Как известно, президент Соединенных Штатов, господин Обама, сказал, что экономика России разорвана в клочья. Однако, на самом деле это не так. Не только реальный сектор, но и финансовые рынки живы. До конца ноября компания «Руснефть» должна провести IPO. Объем размещения 450-500 млн. долларов. Размер пакета, который выставляется на продажу, неизвестен. Заявки принимает МДМ-банк. С высокой вероятностью размещение пройдет успешно. Покупателями выступят российские финансовые компании и банки. Конечно, санкции сказались. Глобальные инвесторы холодно воспримут размещение. Кроме политики, еще жесткий налоговый режим для нефтяного сектора. Налог на добычу полезных ископаемых плюс экспортные пошлины. Это очень жесткий налоговый режим. Однако, стоит ли инвесторам покупать акции компании «Руснефть» на IPO? С нашей точки зрения, лучше дождаться момента, когда акции расторгуются на фондовом рынке, когда будет взвешен фрифлоут, и акции компании «Руснефть» войдут в фондовые индексы. Всегда есть альтернатива. Это прежде всего компании «Транснефть» и «Татнефть». Если приватизация компании «Руснефть» пройдет выше заявленных 700 миллиардов рублей, рынок это, естественно, задисконтирует. Так или иначе, российский рынок капитала «Жив» и IPO компании «Руснефть» это подтверждает. «Руснефть» это 17 миллионов тонн добычи нефти в год, плюс более 2 миллиардов кубометров добычи газа. Потенциальная фишка. Как мы сказали выше, покупать ее не стоит. Однако, рынок капитала в России жив, вне зависимости от отношения Запада. И это, конечно, очень позитивная новость. Редактор субтитров А.Семкин